Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня я буду собирать семена томата сорта Настя. И хочу вам еще рассказать еще раз и еще более подробно о том, как собрать семена со своих томатов. В прошлом году я уже снимала видео, оно из двух частей состояло, как собрать свои семена. Это сначала я показывала, как я их удаляю отсюда, потом как заквашиваю, промываю, все. В этом году многие добавились, и прошлогоднее видео не видели, и спрашивают снова, как собирать свои семена. Я сейчас подробный видеоролик сниму, ведь на вопрос, как собрать семена, нужно сначала ответить, с каких томатов нужно собирать семена. Это вот с какой спелости, с какого номера кисти, потом с каких сортов. Потом второй вопрос, как собрать семена, это именно как заквасить, как промыть, как просушить, какие правила соблюдать нужно. И третий вопрос, это самое важное, я считаю, зачем собирать свои семена, когда в огороде, в магазинах такой ассортимент, глаза разбегаются. Но я уже много-много лет, около 20 лет, высаживаю только свои семена, и я уже говорила всем, что со своих семян получается крепче рассада, со своих семян получаются здоровые растения, потому что мы же собираем только со здоровых, с таких вот, с хороших, таких отборных, я уже говорила, с каких, потом еще раз коснусь. Мы не берем ни с больных, ни с мелких, а когда на производстве это происходит, там идет вся масса плодов, и не все они одинаковые качества, не у всех там большой заряд энергии, вот жизненный такой, какой-то послабее, какой-то посильнее. Но преимущества своих семян знают все, вот спросите у опытного огородника, покупает ли он в магазине, очень редко, только что если гибриды. И вот про эти гибриды я хочу сказать, мне нынче присылают, я в том году рассылала же и в Германию, и в Литву, и в Латвию, и в США, все хотят наших русских семян. И вот сейчас уже Ирина из США пишет, 30 лет живу в Америке, ни разу не было такого урожая томатов, лучше чем русские томаты, нет никаких. И также из Германии Татьяна Шнайдер написала мне, что наши томаты, ну мои, ваши томаты очень хорошо растут в Германии, даже фото мне прислала и Настенька, и Ринета Демидов. У них засилие гибридов за границей, за границей продают в основном одни гибриды, даже там я слышала, что в каких-то странах не разрешают людям распространять вот эти сортовые семена, чтобы были только гибриды. Зачем это делается? Конечно, за тем, что люди с гибридов семена не могут взять, они вынуждены покупать каждый год и новые, и новые семена, цена растет, одеваться некуда и покупаем. Я вам вообще советую, конечно, кто-то может прислушаться к совету, кто-то нет, откажитесь от гибридов томатных полностью. Если огурцы, ладно, нам нужны гибриды весной, когда нет пчелок, все, ну томаты-то самые опыляющиеся, зачем нам гибриды? Все согласятся, что гибриды по вкусу, да, они красивые, да, они такие стандартные, они бывают даже без брака, вот все как один, но они ведь по вкусу уступают вот этим сортовым. Сравните наши вот эти, или бычье сердце, или там вот, ну любые, там вот этот медовый корой, или вот эти эвки. Конечно, они декоративные, они красивые, но семена вы с них не соберете, и посчитайте каждый год, сколько вы тратите денег на покупку вот этих гибридных семян. Они очень дорогие. И вот я в прошлом году, когда учила всех собирать семена, на меня некоторые как с удивлением описали даже, наверное, считают меня как круглую дуру, идиотку. Зачем человек, который занимается производством семян и который продает семена, учит своих заказчиков делать собственноручно семена, чтобы они у него не покупали. Но изначально мой канал был создан не для того, чтобы найти больше заказчиков, у меня не такое количество семян я делаю, чтобы искать себе заказчиков. У меня всегда даже не хватает их в конце сезона. Я не страдаю как дефицитом покупателей, я наоборот хочу, чтобы вот эти люди, которые из Германии, из США, из ближнего зарубежья и даже все другие, чтобы сами научились готовить семена, чтобы на будущий год им не нужно было покупать мои семена. Они могут развести это все прекрасно. Я сейчас всех научу. Если вы боитесь, что мне не хватит заказчиков, придут новые новички, которые не умеют еще делать семена. А вот кто в прошлом году у меня покупал, почти все пишут, что мы сделали свои семена, посадили, они также, ой, в позапрошлом, они также прекрасно растут, и я рада этому вдвойне. Мне не только важно продать свои семена, но пусть люди научатся делать, пусть они сэкономят хотя бы на этом. Вот есть у нас такие же пенсионеры, как я, или там мамочки, которые с детьми. Ну я, конечно, растянула все это, но я хочу до вас донести, делайте свои семена. Это очень просто. Русские семена, томаты, самые лучшие. Не надо нам никаких евросемян заграничных. Они нам устраивают санкции всякие. Давайте мы, садоводы, огородники, тоже сделаем им санкции. Не будем покупать европейские гибриды. Они вообще гибриды вот эти, для их климата, у них климат намного мягче, и не всегда они удачно у нас вырастают. У нас есть свои русские семена, закаленные такие, вот особенно сибирские. Вы же видите мои видеообзоры, в любую погоду плодоносят. Один раз купите у какого-то, не обязательно у меня, но у любого частника. Потом делайте свои семена, выращивайте, и не ходите в садовый магазин. Все, приступим к самому изготовлению семян. Я уже говорила, что на семена я беру самые такие отборные стараюсь брать, и самые крупные представители, ну вот на кусту. Я обязательно, некоторые спрашивают про бурые, можно ли бурые там полузеленые снимать. Я никогда так не делаю, я жду до полной спелости. Даже иногда вот томат треснет немножко, это ничего. Это значит семена там уже дозарились, не надо их дозаривать на подоконнике нигде. Я разрезаю вот так вот на дольки. Некоторые, как мне в том году советовали, что убирать еще и надо носовую часть, что там вроде бы как легковесные, неполноценные, там недозрелые семена. Но когда томат вот такой спелый, они в носовой части, я уже проверяла, смотрите, такие же крупные, такие же хорошие семена. Я разрезаю все томаты и с носиком, и со всем. Разрезаю, вот я уже наготовила, чтобы долго вы меня не ждали. Разрезаю вот по таким долькам, вот на дольки, на две, на три, на четыре. И все эти пазухи семенные вычищаю ложечкой в одну какую-то посуду. Я, конечно, не буду вам показывать, как я все вычищаю, я просто принцип работы. Я вот вычищаю все. Одну прочистила, вторую, третью. Если томат хороший, я еще использую или куда-то в томатозаготовке, или найду. Но уже во второй половине лет, когда уже все засолено и кетчупо наварено, я просто, конечно, выбрасываю. Но вы можете их использовать, если их мало. Потом у меня для каждого сорта есть стаканчик с этикеткой. Все, что я начистила, я выливаю. Выливаю. И оставляю на день или два для брожения. Это обязательно. Брожение. Это непременное условие получения качественных семян. Во-первых, вот эта вот оболочка, которым покрыто семя, ну такая, как, как сказать там, такая, как желеобразная вот эта оболочка вокруг семечка, ее очень сложно отделить, если не будет процесса брожения. Вот они как в желатиновой капсуле в такой. Когда она перебродит, когда их много, семена падают на дно, а вся вот эта вот мякоть, ссор иногда от шкурок всплывает вверх. Я во второй части буду показывать, как я промываю. У меня сейчас еще нечего промывать, потому что сезон только начался. Вот многие уже спрашивают. Это хорошо, когда я набираю полстакана, вот, например, с такого большого количества. У меня и жидкости много. Когда одну помидорку человек вот так вот рассоединяет, она не забраживает, а за день высыхает вся эта жидкость, и что делать? Ну тогда, если у вас мало, вы просто эту помидорку вместе с мякотью прям передавите, перетолките, она все равно забродит. Этот сок, он же там, ну как, сок все равно есть, какой бы мясистый ни был томат, он забродит, и помидоры, в конце концов, вот именно семена томатов, они должны упасть вверх, ой, вниз, а вверху будет весь мусор. Все. Вот я показала, как я выбираю семена, рассказала, ну, а еще с какой спелостью сказала, кисти я уже говорила. Я не выбираю там первая, вторая или третья кисть. Главное, чтобы томат был спелый, такой отборный, чтобы он повторял материнские свойства томата. Вот это если Настенька, написано, если она вытянутая, сердцевидная, вот я беру вытянутая, сердцевидная, чтобы не было уродливых, вот всяких сросшихся, чтобы не повторялись эти уродства. Ну и все. А, и со здорового растения, это обязательно. Если у вас куст поврежден фитофторой, лучше не берите. Это заболевание может распространиться на будущий год, недостаточно протравить, и пойдет вот это вот она год за годом, это будет фитофтора тянуться. Лучше брать только со здоровых, крупные, отборные. Вот, выдавили сюда сейчас. Она постоит дня два, и потом, когда будет она уже переброжена, я покажу, как я промываю, как я сушу, и потом расфасовка по пакетикам, подписывание, все. Все, до свидания. Сегодня с вами была Ольга Чернова. Это еще раз, очередной раз я рассказала вам, как и показала, как я собираю семена со своих томатов. Хочу, чтобы научились этому все, и как только вам понравился томат, самый хороший с куста берете, раз его под нож, хоп-хоп-хоп, выдавили семянки, прикрыли салфеткой, чтобы мухи туда не лезли, забродил, промыли, посушили, в пакетик подписали, на будущий год у вас будет точно такой же томат. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok